Парк культуры и отдыха Балатова традиционное место встречи поклонников бега. Массовый старт, посвященный Дню Победы, проводится здесь в 40-й раз. В этом году он собрал более 150 спортсменов и любителей. Самой младшей участнице Элине 3 года, самой старшей Вере Никодимовне 88 лет. Я бегу давно, 32 года уже. Всегда хожу, ни один бег не пропускаю. Первыми на старт вышли дети, мальчишки и девчонки от 3 до 12 лет. Ребята прибежали дистанцию 500 метров. Вместе с малышами ее преодолели и родители. Среди школьников борьба оказалась нешуточной. Первым к финишу пришел Антон Масюгин. Я считаю, что бегать нужно, чтобы здоровье было хорошее всегда. Поддерживать самого себя. Сразу после юниоров к стартовой линии вышли участники от 75 лет и старше. Самые уважаемые наши участники. Это дистанция 500 метров, но в отличие от обычной дистанции, они побегут по особой программе. Особая программа – это бег по заказанному времени. А именно участники заказывают время перед стартом, бегут и должны приблизиться к этому заказанному времени. И чем будет меньше разница между заданным и показанным результатом, тем ближе победитель будет к победе. Заказанное время Нины Милениной, финишировавшей первой – три минуты. Фактически результат его немного превысил, но, по словам участницы, она бежит не для рекордов. Это здоровье. Главное – здоровье. Вот как я не бегаю, так больше болею. Самым массовым оказался забег на три километра. На этой дистанции стартовали более ста человек. За лучшим результатом гнались не все, но накал страстей все-таки чувствовался. Лидер сменился буквально на последних метрах перед финишем. Им стал Олег Соледин. Бег помогает, очищает голову. После каждой пробежки можно почувствовать, что ты устал, может, физически, но зато ты морально обогатился. Не переусердствовать, главное. Бегать по кайфу, как говорится. Ну и для себя в удовольствие. Следующий массовый старт поклонников бега пройдет 19 мая. Пермь станет одним из 20 городов, где в этот день пройдет третий всероссийский полумарафон.